При двухэтапной подготовке всегда подготовка лучше. Между приемами порции того же бифолака необходимо использовать и достаточное количество жидкости прозрачной. Любой, это могут быть бульоны, вода, соки прозрачные, же чай. Что касается фарлакса, мы проводили, я подсчитывал дозировку кори-кижин-пеликоля в фарлаксе. Если давать детям разрешенные, использованные в качестве терапевтического средства для лечения заборов фарлакса для очистки кишечника, то для того, чтобы насытить вот эту дозу необходимую для очистки кишечника по полиэтилену или поли, увеличивается сама доза препарата фарлакса и увеличивается вероятность развития аллергических реакций у детей от тех добавок вкусовых, апельсиновых или персиковых, которые фарлакса держат. Поэтому здесь фарлакса нужно использовать в принципе как для подготовки кишечника нерационально, а в настоящее время сейчас уже в России в том числе зарегистрирован новый препарат, декабря, который можно готовить кишечник для различных инструментальных методов исследования, в том числе и у детей с 5-летнего возраста. До 5-летнего возраста достаточно эффективно использовать можно при необходимости проведения эндоскопического исследования для обычных клизма, которые хорошо чистятся. А что касается вообще клизмы, ну там просто симфонный клизм очищают дети. Что касается вообще клизмы, у детей до 10-12 летнего возраста она в принципе неэффективна, потому что для того, чтобы клизма была эффективна, необходимо после того, как ввести в процвет кишки, а жидкость максимально задержать в себе эту же кишку, она начала действовать, тем более холодная вода. Дети до 10 лет не могут зафиксировать, сознательно сжать анальную сфинку, и они после того, как воду им вводят, сразу же вводят ее наружу, и тех, кто под клизмы не наступает. И сочетание еще клизмы, вернее, когда больные хотят получше подготовиться, в том числе и дети, и взрослые, и после фарлакса, или когда выпьют фарлакс, дают клизму, или делают клизму, эта клизма останавливается в действии самого фарлакса, фартраца, размачивает вот это гелиобразное состояние, из-за которого, собственно говоря, фартрац и прочищает кишку, и оставшееся содержимое, которое спускается из нижних отделов подвздошной кишки, и сохраняется в правых отделах кишки, оно еще больше просто усугубляет состояние при осмотре, при проведении полной скопии, поэтому клизма – это вред при сочетании ее вместе с другими методами и препаратами, там фарлакса или другими. Спасибо. Петр Крин, спасибо вам большое за очень ценное, за это полное предложение. Ну и как вы выполняете? Выполняете ли вы в срочном порядке колоноскопии? Как вы готовите эти проблемы? Мне кажется, одна из таких бургентной хирургии – это из самых сложных. У кого-нибудь есть мнение на это еще? Ну вот, на моей памяти мы каждый раз, потому что проблема действительно существует, и давайте рекомендую сюда посмотреть, я скажу, как если кто-то еще запросит. Тут вопрос делится на то, почему. Мы работаем в клинике, они экстренные, мы в клинике плавали, поэтому дежурного эндоскописта нет. А вот у них клиника экстренная, поэтому у них дежурный эндоскописты есть. Так вот, отсутствие эндоскописта в дежурном помогло, который таким образом звонит по телефону, у пациента кровотечения. Пока докторы едут в дежурный эндоскописты, делают его клизмец ледяной водой. И часто эта ледяная вода просто остановит кровотечение. И поэтому он даже приезжает, смотрит и констатирует, что кровотечение нет. У пациента, как правило, готовят клизмец ледяной водой. Когда я получу пациента, я использую ледяную воду. Когда я получу пациенту, который болит от человека, то лучшая способность, как болит от человека, я использую колоноскопу с водорезом. С водорезом, вы洗или и очень эффективно. В колоноскопе с водорезом, вы洗или и пациент, вы洗или. Продолжение следует... Вот подходы такие, если про нас не говорить, я не скажу, что вы образец, потому что действительно нередко это крайне тяжелые больные реанимации и любые виды подготовки тяжелого существия, но общий принцип, похожий на это, можно скомпинировать, что по возможности сифонные клизмы, очищающие с холодной водой. Если кровотечение продолжается, то колоскопии, в процессе колоскопии, понятно, что надо открывать уже через колоскоп, если есть функции отдельной подачи воды, вообще замечательно. А в тех ситуациях, когда все-таки активная масса кровотечения прекратилась, хотя в официальных показаниях, скажем, это является противопоказанием применения полигонных прикормов, мы все-таки считаем, что поиск, когда чистые тяжкие, в поисках источника кровотечения больше, чем достаточно, так скажем, виртуально, когда, который может принести подготовку, поэтому в ситуациях, когда это не массивное кровотечение, требующее, а все-таки можно, как говорится, готовить на утро, мы по возможности стараемся применять препараты по идее. Я могу поделиться небольшим опытом, у нас в последние годы, у нас круглосуточно работает ангиография, и иногда у нас было несколько положительных моментов, когда выполняли селективную ангиографию ветки, нижние ближайшие артерии, но это надо делать на высоте кровотечения, так как, когда имеется, так сказать, банкирование крови, когда кровотечения нет, вы не увидите экстремазацию, вот, а если сделать на высоте кровотечения, то видна экстремазация, и тогда вы точно можете сориентироваться из-за участка толстой книжки и выделяется этого. Спасибо большое, Духанда Владимирович. Коллеги, еще раз предлагаю вам выступить, поделиться, если, как мы видим, мы прокурорируемые темы, когда идет дискуссия, то я попрошу Владимира Владимировича. Да, да, Владимир Владимирович, пожалуйста. Пожалуйста. Еще одна из причин стоков кишечных кровотечений бывает такая необычная причина. У нас, я расскажу один клинический случай, у нас был мужчина 53-х лет. Значит, с признаками кровотечения неизвестная идеология поступила больницу первый раз с гемоклобином 56 единиц, и стали искать, сделали даже капсюрную геноскопию, ему традиционную верхнюю и нижнюю верхнюю геноскопию. Верхнюю геноскопию ничего не нашли. Назначили препарат железа. Какие-то там изменения были в печени несущественные, и он через месяц, даже через полтора месяца еще раз вступает к нам опять, ну, подняли гемоклобин, опять к нам вступает. С гемоклобином уже 46, и с признаками, что кровотечение было в стуле, была темная, со сгустками даже кровь. Вот, когда стали собирать уже специально анамнез, он оказался охотником, и когда мы сделали капсюрную геноскопию, значит, сейчас покажу эту ситуацию. А как раз хотел сказать, пожалуйста, поделитесь с нами, на стенках тощей кишки мы нашли у меня несколько язв, чем такой, как будто выгрызанных, прям по складкам кишки. Когда капсюрну сначала помнила, вот, значит, источник кровотечения, причина образования этих язв зашли. А когда капсюрну спустилась чуть ниже, уже на границе где-то тощей воздушной кишки, или в там, в максимальных отделах воздушной кишки, мы нашли несколько особей токсакары. Это собачьи аскариды. Вот, они отличаются от обычных аскарей, ну, меньше они, более остренькие кончики у них, и коричневого цвета, и они уже более шустрые, чем аскариды. Аскаря, они более толстенькие, такие, флисцирующие, а токсакары, они такие вот, как аскариды. Итальянские макароны такие. Ну, у нас не бывает. И, значит, это, мы поймем, ну, там, они вместе, путешествовали вместе с капсулой, обгоняли ее, там, или отставали. И после этой капсулы миноскопии, да, после капсулы миноскопии мы назначили ему специальную антипотопную терапию, и, да, значит, глисты вышли, глимплобин у него повысился, с тех пор он уже вот не звонил, он чувствовал себя хорошо. Ну, а единственное, только, держаться обзором, обгонять у себя и пусть у него, он проводит и семьи, и своих собак, в реактивной терапии. Пытается и живется с собаками, правильно? Собакам капсулой миноскопию не делали? Делали, делали, делали с собаками капсулой миноскопию, вот здесь с моим дзинником, Михаилом, в педклинике, и, значит, и там, ну, там, правда, чтобы капсулой миноскопии сделать, надо было бы приводить, чтобы просто прилепить электроды. Да, у собак находили и просто отдельный таксокар, там разные глисты, много их было, тоже подготовлено. И клубок даже вот таксокар очень интересный. Спасибо, Алексей Степанович. Ждем на будущий год фотографий гонок капсулы и таксокара. Глубоко уважаемые коллеги, я, во-первых, хотел как представитель возрастной группы поприветствовать, особенно профессора Реэль, с которым мы когда-то встречались в Католицах на курсах обучения, а потом в Мишкальце, в Венгрии, когда делегации бывших стран, СНГ, бывших стран Советского Союза, СНГ были на организованной у Европейской ассоциации бесплатной школой обучения. Это во-первых. Во-вторых, я хотел бы сказать, что не буду повторяться, но обращаясь к Михаилу Павловичу, все-таки для того, чтобы больше веселости и резкости было в наших конференциях, в наших собраниях, все-таки вот рекламу так строить, чтобы можно было действительно и хорошо задать вопросы, и было выступать. И последнее. Когда-то после десятого года я выступал на хирургическом обществе Ленинграда, и почти слепой Павел Николаевич Напалков сказал такую фразу, которую я из поколения в поколение несу. Я дожил до такой счастливой поры, что хирурги достают камни желчного протока через рот. Так вот, я хочу подобиться этому великому хирургу и сказать, что я дожил до такой поры, когда только белый свет в 70-е годы, полипектомия, начало ретроградных вмешательств и так далее. А теперь здесь присутствующие и даже ушедшие тоже являются профессиональными счастливчиками, потому что бесконечный выбор диагностических неинвазивных методик, сложное вмешательство на панкреатомиярной системе и желудочно-кишечного тракта. Единственное, что нас ограничивает, россиян, в отличие от этих богатых западных, где страховые компании решают все вопросы. Единственное, что нас ограничивает, нас умных, способных и жизнерадостных, это отсутствие техники. Я желаю, вот мне тут говорили, ты скажи в конце, что пожелание выскажи, чтобы встретиться в следующем году. Я для себя хочу высказать пожелания и поблагодарить еще раз Михаила Павловича за приглашение и от себя, и от моего друга Юрия Ивановича Галикера. А всем пожелать здоровья и благодать. Спасибо вам. Спасибо. Спасибо. Алексей Степанович. Мы еще много лет будем встречаться с вами в этой аудитории. Мы что же, мы попросим очень коротко. Вик Абладимович подведет итоги. С вашим позволения, с места. Мы заслушались сегодня очень интересные доглады. Нам удалось узнать о тонкостях выполнения экскременной колоскопии, как в нашей стране, так и в рубежу. В этом программе с манаром, которые ведет у вас. Оказывается, у нас все хорошо, как хотелось бы. Но показывает, что мы можем лучше сделать. Наши показатели улучшаются, как герметические аденомы, так и герметические аденомы, так и герметические аденомы. Мы услышали два доклада по субчатому аденомы, которые мы с вами уже осмотрелись, и я думаю, что в каждом году их влияние будет все больше и больше. Прекрасные совершенно доклады были и дискуссии о подготовке к астерическому исследованию наших детей. Очень жалко, что... Хорошо, что препарат Пикапреп стал теперь использовать для подготовки пациентов, детишек даже, в областной веке. Вот она, наверное, была и оставить его название. Прекопик. Она была очень хорошая, понятная наша. И совершенно много говорить об областированных вмешательствах не стоит, но мы посмотрели, что только дешевые источники кровотечения. Мы посмотрели, как они основаны с органоплазмом. И вот доклад, который остался без комментариев, хочу несколько сказать, это именно возможности лечения очень сложной категории больных, это после лечения практики. Их почвы, а оба этих пациентов, к сожалению, им никто не помогает. Потому что лечить такие вещи очень сложно. И слава Богу, что вот одна из методик, то есть, приеметесь. Может быть, это как раз и будет решением проблем этих кровотечений, которые действительно требуют приступного лечения. Так что до завтра, в том плане, что только до завтра. И капсулер, и потом их это расскажет. Мне остается лишь поблагодарить всех накладчиков, которые потратили свое время, усилия, тех коллег, которые записали, эти исследования с тем, что мы их сегодня будем ставить. И, конечно, давайте мы от лица нашего общества, от всех вас еще раз поблагодарим наших уважаемых родных коллег, и те, которые нашли время, чтобы приехать и выступить. С передовых позиций рассказать о том, что происходит в мире Энтероскапе. Давайте им поаплодируем. На этом, Михаил Класс, мы продолжим. Да, прямо сейчас продолжим. А would you like to present us about the activity of... Я попросу коллег, у нас сейчас есть очень интересная информация, которая крайне необходима для всех. Верните, переключатель. Есть ли? Где? Переключатель. Да. Кто забрал? Переключатель. Екатерина Валентин. Верните, переключатель. Екатерина Валентин. Екатерина Валентин. Екатерина Валентин. Продолжение следует...